Бренд-менеджер – это человек, который курирует весь жизненный цикл бренда от момента возникновения идеи до момента снятия его с производства и удаления из оборудок компании. У него может быть помощник в лице ассистента бренд-менеджера, у него может быть начальник в лице генерального бренд-менеджера или главного бренд-менеджера, который просто ведет много брендов компании, одновременно он является одним начальником. Это уже конкретика, но бренд-менеджер – это такой маленький директор по маркетингу над брендом, он над всем ведает. Так вот, если такой бренд-менеджер сам разрабатывает концепцию нового брендированного продукта, сам проводит маркетинговые исследования на тему, какой должен быть продукт, сам проводит исследования и разрабатывает стратегическую платформу-атрибутику бренда, потом разрабатывает и курирует компанию продвижения, организовывает каналы сбыта, управление дилерской сетью. К чему это может привести? С одной стороны, да, он держит все нити работы в своих руках, но человек – такое существо, которое очень часто бывает субъективным, которому свойственно, а, как-то вот заглаживать свои ошибки, выпячивать свои достижения и предлагать на всего общее обозрение только то, что надо показать. Поэтому, если такая вещь допускается, то, к сожалению, очень много субъективного. У бренд-менеджера, особенно который давно работает в этой сфере, очень часто заранее, до всяких исследований, сформировалось четкое убеждение, какой бренд нужен компании, на какую целевую аудиторию он должен быть ориентирован и какая должна быть его платформа и атрибутика. Он все заранее знает. Поэтому, если даже предусмотрено исследование, то кто ему мешает сокрыть часть информации, которая идет вразрез с его представлениями, и выпить то, что он хочет показать руководство и что подтверждает его точку зрения? Никто не мешает. Нет контролера. Что происходит, когда маркетолог знает, что он будет делать то, реально будет делать то, на практике, как менеджер? Что он сам исследует и потом планирует? Он думает, а зачем я буду на себя наваливать лишнего, если мне это все потом предстоит делать? Например, самому организовывать кампанию продвижения, общаться с рекламными агентствами, это ДТП. Зачем мне это нужно? Я планирую стандартненькую, уже опробированную схему, опробированную программу. Он никогда не возьмет на себя риск. Ему это не нужно. Таким образом, мы разделяем информационный процесс, если вспомните картинку бизнес-процесса, то есть процесс, связанный со сбором исходной маркетинговой информации, и процесс реализации управленческого решения. За одно отвечает маркетолог, за другое – главным образом менеджер. Теперь давайте рассмотрим, как это все работает на практике. Представим себе ситуацию, опять-таки, о которой я описывала. Это разработка концепции нового брендированного продукта, концепции нового бренда. Бренд-менеджер в лице, соответственно, либо себя, либо своего руководства инициирует исследование перед отделом маркетинга. Если это исследование не запланировано в плане программы маркетинговых исследований, значит, он пишет заявку на него, поскольку, как я уже говорила, средства на это исследование будут затрачены из бюджета этого проекта. Маркетологи принимают эту заявку к исполнению, планируют и организуют сбор исходной информации, то есть организуют маркетинговое исследование по инициативе бренд-менеджера. Именно маркетологи. Затем маркетолог вместе с бренд-менеджером рассматривают результаты этого исследования, то есть они как бы осуществляют финальный анализ, и маркетолог предлагает бренд-менеджеру какие-то варианты управленческих решений. То есть что он считает нужным предложить? Я подчеркиваю, предлагает. Бренд-менеджер из этих вариантов выбирает то, что он считает нужным выбрать, и он несет ответственность за выбранное решение, а также за игнорирование. Если он говорит, что все это, извините, фигня, все то, что ты мне здесь написал, я не доверяю результатам этого исследования, потому что приводит к какой-то мотивации. Я знаю, как лучше, поэтому я выбираю вот это. Бренд должен быть таким. Так вот, за то, что он выбрал, он несет полную ответственность, потому что санкционирование решения – это в епархии менеджера. Дальше идет этап реализации. Например, брендинговое агентство на базе креативного брифа, в котором были заложены элементы этой стратегической платформы, концепции продукта, разрабатывает уже конкретное решение. Там бренд-нейм, логотип и прочее, 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 включая концепцию стратегии продвижения. То есть это либо аутсерсинг, либо это комбинация аутсерсинга и собственных усилий, либо это может быть и собственное подразделение. Но менеджер, который курирует этот вопрос, то есть бренд-менеджер, он здесь является как бы заказчиком этой работы, и он контролирует результативность ее исполнения. А вот эффективность того, что было сделано, анализируется уже вместе с маркетологом. Предположим, когда брендинговое агентство, как я уже говорила, предлагает вам вариант атрибутики бренда, пожалуйста, вот на выбор, да, выбирайте, то именно маркетолог вместе с бренд-менеджером по той же самой схеме, которую я описала, организовывает исследование тестового характера, который предлагает целевым потребителям варианты атрибутики на выбор. Соответственно, потребители что-то из этого выбирают, обсуждают, скажем, на фокус-группах, или не обсуждают, если это холл-тесты, почему это лучше, это хуже. И уже потом по той же схеме происходит выбор. И опять в этом случае все-таки принятие решения на совести и в зоне ответственности менеджера. Я понимаю, что подобного рода схема работы, она непроста, она требует очень четкого распределения ответственности и полномочий в рамках бизнес-процессов. Но по-другому это делать, это, как показала практика, повышать риски, управленческие риски. Поэтому если пока в ваших компаниях бизнес-процессы отлажены не так, как я описала, нужно стараться стремиться эти недостатки и каким-то образом устранить. Это сложно, конечно, сделать, тем более, что директор по маркетингу и собственник эти вопросы могут видеть совершенно по-другому. Но это мы уже с вами обсуждали. Теперь следующий момент, тоже очень важный и очень сложный. Я уже говорила вам о том, что основной ресурс, который используется в системе маркетинговой информации маркетинговых исследований, это маркетинговая информация. Если ее нет, нет исследований, нет аналитики. Поэтому откуда-то ее мы должны получать. В зависимости от целей, задач и ограничений исследования, об этом мы будем с вами еще сегодня говорить, я расскажу вам о том, как планируется исследование, как можно минимизировать ошибки с этим связанные. Так вот, в зависимости от параметров исследования мы можем прибегнуть к одному из трех групп источников. Откуда маркетолог может подчеркнуть информацию? Он может пойти в собственное подразделение компании, например, в плановый экономический отдел, в бухгалтерию, в рекламную службу и запросить внутрифирменную информацию. Если ее не хватает для решения исследовательских задач, то он вынужден обратиться к источникам внешней информации. Это либо вторичная информация, она занимает самую большую колонку, самую длинную всего многообразие этих источников, и первичная информация. Вторичная информация – это в буквальном смысле слова вторсырье, продукт, бывший в употреблении. То есть это информация, которая кем-то когда-то за нас создана, она находится в более-менее свободном информационном обороте, совершенно от нас не зависит, знаем мы о ней, не знаем. Наша задача ее обнаружить, оценить ее пригодность к целям, задачам нашего исследования, ее, как говорят, релевантность, то есть соответствие параметрам нашего исследования, о чем я тоже немножко позже вам расскажу, и приобрести, желательно, за дешево, потому что она далеко не всегда передается нам бесплатно. Хотя это голубая мечта наших собственников, чтобы полноценное маркетинговое исследование было проведено абсолютно без всяких затрат компании, собственными силами. Желательно в фоновом режиме, то есть вечерами, и желательно за два дня. Продолжение следует...